Девушки отдыхают Сегодня страна познакомилась с первыми кандидатами в депутаты. Каждая партия знакомила гражданам свою предвыборную кампанию. Давайте посмотрим, как все это было. Сегодня в нашей стране сформировалось 4 партии. Каждая из них подготовила свою предвыборную кампанию и поделилась ее с гражданами. А завтра, сразу после завтрака, ЦИК планирует провести дебаты, на которых жители нашей республики смогут задать кандидатам интересующие их вопросы. Как мы уже знаем, у нас сформировалось целых 4 партии, которые участвуют очень активно. И завтра у нас будут выборы, которые мы будем выбирать своих будущих депутатов. И сразу же после завтрака мы хотим устроить им очень интересную дискуссию, как называется, дебаты. И также до или после ужина мы хотим уже зарегистрировать и провести выборы. И все на этом. Свою работу начала империя кадров, куда каждый гражданин сможет подать заявку на работу или в качестве работодателя, найти себе квалифицированных сотрудников. Наши граждане поделились с нами своими планами по поводу будущей профессии. С началом работы империи кадров у наших граждан появилась отличная возможность попробовать себя в самых разных профессиях. Некоторые профессии оказались наиболее популярными. И ни один гражданин нашей республики не остался без работы. Сегодняшний день в Евангрии начался очень интересным. Интересным тем, что был ажиотаж. Ажиотаж в профессии, выборы в профессии. Особенно востребованы были профессии и юриспруденция, банковское дело. И еще многие дети почему-то хотели стать артистами. И, конечно, хотели стать помощником доктора, врача. То есть, вот, к сожалению, многие, на тот момент, к сожалению, многие жители в Евангрии были еще безработные. Но в конце дня я так заметила, что почти у всех есть работа. Я бы хотела стать ректором в образовании наук, так как мне очень нравится управлять людьми. Я еще не решилась, если честно, но я купила этот, квартир, но, кухню я купила. Я хочу стать банкиром, потому что, ну, это моя профессия будущая. Я выбрал эту. Я хочу стать актрисой. Я думаю, что это мне очень нравится. Считаю себя актрисой. То есть, я хочу стать. И прошла кастинг. Я хочу попробовать себя в Евангрии в очень разных сферах, потому что в моей жизни впервые такой опыт. И я хочу попробовать все, что можно. Вот, допустим, сегодня мы выкупили столовую. И уже накрыли столы, и скоро будет обед. И для меня это тоже очень новый опыт, потому что мы все это делали с самого начала, делали билеты, продавали билеты. И это очень, очень интересно. Я хотела бы себя в будущем попробовать, может быть, в педагогике или еще в каких-либо работах. Сегодня утром под руководством сенатора и консультанта по экономике Павла Матохина прошел бизнес-форум, на котором гражданам рассказали об условиях приобретения однодневных лицензий на работу в ресторане. Сейчас подошла первая сессия работы лицензионного бюро. Было реализовано 4 лицензии на ведение бизнеса типа столовой по 35 мест каждая. Было всего подано 9 заявок. Из них четверо людей, соответственно, победили. У них теперь есть залы-столовые по 35 мест каждая. Сейчас они занимаются тем, что ищут новых своих клиентов и подбирают персонал. Напоминаю, что завтра у нас пройдет аукцион, когда вы уже сможете выкупить объекты собственности до конца лагеря. Здравствуйте, а какой у вас бизнес? Здравствуйте, у меня такой бизнес хороший, не маленький, не большой. Я бизнесмен в столовой. Я купила маленькую часть столовой. И сегодня у нас был такой проверочный. И завтра я хочу купить всю столовую. И хочу стать большим бизнесменом в РН Эвергридне. А доходно ли это? Да, очень доходно. Сегодня у меня прибыли чуть побольше было. Надеюсь, завтра будет еще больше. Идет второй год работы Банка Мегаполис. Давайте посмотрим, оправдались ли надежды горожан. Сегодня прошло собеседование на должности работников Банка. Было подано 18 резюме и по итогам 10 эвергридцев получили желаемую работу. Банк планирует открыть несколько филиалов, каждый из которых будет иметь свою отличительную символику. По итогам собеседования были отобраны 10 человек, владеющие кыргызским, русским языком, китайским и английским. Таким образом, мы охватим всех жителей нашего государства. И все ребята смогут получать банковские услуги на самом высоком уровне. Не, 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 не. Аплаки! А сколько процентов? Сейчас, секунду, у вас возникла проблема, отсутствие 10 розеток. В связи с этим ухаживания без... Она работает на стужине. Не, очень тяжело. Учения д�도 никогда не отжились. То кробы тяжело. Сюда. По всей стране мы прошлись. Мы чайнице месяц стояли. Нужно для Супроба создать условия, чтобы он мог сесть, а то у него будет физический катаклизм. Мы хотели бы обратиться в средства массовой информации и возмутиться безобразной работе Национального центрального банка. Мы пенсионеры. Супроб вообще больной пенсионеру даже говорить не может. И сейчас перед нашим носом закрыли банк. Нас гоняют туда-сюда. Я в кредит взяла. Спасибо большое. Отдельным спасибо хотела выразить работникам столовой за то, что они в кредит разрешили мне сегодня пойти на обед. Если я не пообеду, я умру. Академия образования не будет работать. Мы возмущены калатным отношением к людям. Мы пенсионеры. Вот ведь он до сих пор молчит, потому что он не может уже говорить. У него глаза закатываются. У него может быть голодный калат. Я не знаю, что это такое. Но это очень тесно. Сейчас говорить нет. Что такое интернет? Я наличие не хочу. Я уже привык к этому. И вот пришел сюда. А здесь перед носом закрыли. Вот посмотрите, даже консультант встал просто и закрыл вот так. Нам вообще тяжело. Здесь, в узком коридоре. Нет. Деньги. 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 Я на баныте. Все уже. Я как раз начинку не вправе прекратить выдачу денег. Кассируй, потому что не соблюдаются условия внутренних цен. Пожалуйста, выдачу. Я и не спаситесь. Тихо, тихо. Все ли хорошо в вашей банковской системе? И почему был бунт пенсионеров? Ну, это был не бунт. Просто пенсионеры, вы тоже понимаете, возраст уже, нервы сдают. Ну, на самом деле, если серьезно, технические заминки, отсутствие электрической сети в банке, ну, этот вопрос сейчас решается. Ну, и банк будет работать в полную силу. Скоро начнет свою работу Академия образования, где эверклинцы могут не только получать образование, но и делиться ими с другими гражданами. Сегодня в Академии образования состоялась публичная лекция о том, каким быть образованием в 2015 году. И я со своей коллегой Ирмой Ириной Масловой рассказала о том, что в образовании будут работать два института. Академия образования, которую курирую я, и Ирина Маслова курирует Институт финансового просвещения. На нашу открытую лекцию пришло, ну, достаточно много, я считаю, граждан, которые заинтересованы в своем развитии и в образовании. На сегодняшний день будут участвовать в конкурсе на должности ректоров и проекторов более 15 человек. Я надеюсь, что конкурс состоится и будет очень интересным. Завтра мы уже будем формировать состав преподавателей. Политический блок новостей закончен. Я передаю слово своей коллеге Завадской Юраде. Здравствуй. Добрый вечер. О культурных новостях расскажу вам я, Завадская Юрада. Сегодня в нашей стране прошло городское собрание двух городов – Эверфинт и Гринстар Сити. Ребята подготовили свою символику, лозунг и рассказали о ценностях своего города. У нас формируются два муниципалитета. Поэтому для нас это очень важно, потому что территория, в которой мы живем, у нас самоуправление, мы сами управляем. Поэтому я думаю, что у нас два города быстро развиваются, будет чистота, порядок. Мы уже начинаем создавать свой флаг, а также начинаем придумывать свой герб и далее свой девиз. Как называется ваш город? Наш город называется Фингринн, сити. Сейчас мы делаем, вот видите, наша сити Эверфинт, то есть имя нашего города Эверфинт. И мы рисуем ее флаг и герб. Вот и деньги. Почему в вашем гербе такие краски? Это у нас логотип, каждый человек опечатал. Вот этот. Наш логотип. Солнце это как знак единства, а ветви это как знак эвергрини. Спасибо. А ты как думаешь, что обозначает эта символика? Это обозначает то, что в нашем городе живут вот такие люди. Здрасте, а что вы делаете? Мы рисуем. Сейчас нам сказали делать, определить. А как называется ваш город? Сейчас мы остановились на названии Финбельгой, Грин-сити. Дам микрофона по большому. Здравствуйте. Здравствуйте, что вы делаете? Здравствуйте, а что вы делаете? Мы сейчас выбираем герб для нашего города. А что вы уже сделали? Мы поняли, что это будет многоугольник, и все. И сели на студии еще. Здрасте, а что вы делаете? Сидим на собрании. Нам что-то говорят. Не знаю, я не поняла ничего. А что вы уже сделали? Мы поставили листочек в центр. Видимо, что-то будем писать. Вот. Это уже большое дело. Мы решили сделать два города, да? В двух корпусах два города. Две мерии будут. И с этой целью они сейчас придумывают название своих городов. Они рисуют свой герб, свой флаг рисуют, слоган придумывают. И расписывают свои, как бы, правила проживания на этой территории, да? В своих городах. В Аргении все больше и больше становится частных предпринимателей. Кто-то выкупил столовую, а кто-то открыл свой аттракцион. Такая увлекательная игра, как дартс, не смогла оставить равнодушными жителей нашей республики. Каждый смог попробовать себя в этой игре, но, разумеется, за деньги. Как оказалось, владелец дартса занимается этим не первый раз. И считает этот аттракцион своим любимым делом. Здравствуйте. Как вам пришла в голову эта идея с дартсом и с шариками? Здравствуйте, во-первых, во-вторых, эту идею я подумал раньше, я вот уже открыл у себя в парке, была точка такая. И это я опять перенесу сюда теперь. Примерно сколько вы зарабатываете? Примерно очень много зарабатываю, около тысячи или две тысячи уже гривенов. Считаете ли вы игру в дартс слишком дорогой? Нет. Что вы чувствуете во время того, как вы играете в эту игру? Ну, это классная игра. Ты все снимай. Ну, конечно, это азартная игра. Да? В Эверглинии очень много интересных людей. Но сегодня мы вам расскажем о двух ярких людях в нашей стране. Айка, какие эмоции от приезда на этот лагерь? Я бы хотела узнать, она сказала, что я бы хотела узнать об этом лагере больше и подружиться с многими эверглинцами. Айка, а вы откуда приехали? Из Китая, из Урумчи. Значит, из Китая, из Урумчи. Спасибо. А вы который раз в этот лагерь приехали? Первый раз. А вам больше всего что нравится здесь? Очень нравится. И потому что здесь люди очень хорошие. А здесь очень все дружелюбные люди. Еще что-нибудь нравится вам? Очень нравится. Мы знаем, что Схураб Джон у нас в республике Эверглиния сенатор и медиатор. Скажите, пожалуйста, чем вы больше всего занимаетесь в республике Эверглиния? В республике Эверглиния я хочу заниматься почти во всех сферах, но это невозможно. Но получаю возможности. Я сейчас для развития муниципалитета республики Эверглиния постараюсь помогать и консультирую другие направления, которые для ребят понадобятся. Вообще в этом году в республике Эверглиния становится день за днем очень интересно. Это для всех участников, для МИИ. Это дает больше шансов проработать по своим направлениям. Сегодня прошла регистрация в депутаты, и мы решили спросить у жителей о том, как же они представляют себе депутатов. Это, во-первых, животное. Такой, не смогу ответить на этот вопрос. Я не представляю, это же животное. Ходит на двух ногах, с двумя руками. Волосатая, мохнатая. Умнее, чем другие. С двумя ногами, мохнатую. И прыгает по деревьям. Он такой маленький, пушистый. Всем нравится. Быстрый. Бегающий, лохматый, мягкий. Такого маленького, пушистого, с большими ушками. Еще вонючего немножко. Наша страна отличается жарким климатом. Наконец-то прошло открытие пляжного сезона. Наши жители не могли не воспользоваться такой возможностью. Давайте посмотрим, как это было. Вода теплая? Да, она теплая, но плохо, что она неглубокая. Утонуть вообще невозможно. Ну вот у нас сегодня происходит первый выход на пляж, первый день купания. Как вы наблюдаете, вода очень хорошая. Вода, кстати, я заходила, она теплая, врач разрешил. И, как видите, большинство ребят все довольны, все плавают. Но многие еще не решаются зайти в воду, так как греются на солнышке. Кто-то уже после купания в песочке. Все меры предостороженности наши. Вот, ограждения у нас по буйкам, получается, за которые за пределы буйков заплывать нельзя. Также у нас есть спасатели. Вот, скутера стоят, если вдруг на крайнем случае, ну, конечно, надеюсь, что такого ничего не будет. Самое главное, хочу просто предупредить ребят, то, что на пирс заходить нельзя. С пирса категорически прыгать нельзя. Здесь в мелководье, тут очень мелко. Вот, пирс тоже древний. Как бы небезопасно, это для вашего здоровья, для вашей безопасности. Так что на пирс лучше не заходить. А там же без буйки, да? Нет, сука. Эй, не надо! Ой-ой-ой! Благо, брат! Сейчас потерпею! Дети не должны нарушать правила техники безопасности, не должны далеко заплывать за буйки, не должны на воде играть в игры, не кувыграться, не заниматься борьбой. У нас вода, вот, не надо. Как вам водичка? Хорошая, как всегда, как на Сибуле. По-другому не бывает? Нет, не бывает. Как обычно холодная. Вчера ж не дождь не чувствуется? Нет, не чувствуется. Солнце уже, видимо, все нагрело. Ну, тут совсем не глубоко. И быстро нагревается вода. КОНЕЦ 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 В Уверглине зарегистрировано несколько партий, но для того, чтобы партия начала работать, мало регистраций. Нужно показать себя в деле. Чем и занимается партия GreenLine. Молодые, красивые, современные – это лишь малая часть их достоинств. Партия, которая не бросает слов на ветер. Впрочем, о себе не рассказывается. GreenLine, потому что Green – это перевод на русский язык – это зеленый. Мы будем ухаживать за зеленой массой. Наша партия еще дает бесплатные обеды всем пенсионерам. Еще мы помогаем безработным людям, даем им работы. Мы помогаем отстающим партиям, даем советы. Летим вперед и партия, всем отстающим помогаем! Наш выпуск подошел к концу. Увидимся завтра. Спокойной ночи. Рыб-рау! Рыб-рау! Это нечестный, но средь людей неординарный, оно очень популярно. Эвергриния, страна веселых, энергичных людей Эвергриния, государство беззаботных дней Эвергриния, нету места ярче и светлей Если ты один из нас, иди к нам вскоре У голубого побережья, там где плещется волна Есть необычная, волшебная, молодежная страна На песке под синим небом веселится молодежь Приезжай к нам к Эвергринию, лучше места не найдешь Эвергриния, страна веселых, энергичных людей Эвергриния, государство беззаботных дней Эвергриния, нету места ярче и светлей Если ты один из нас, иди к нам вскоре Эвергриния, страна веселых, энергичных людей Эвергриния